приветствую всех на своем канале алексей шреддер на связи сегодня в черногории мы со светой находимся в очень старом городе черногорском котор вот там город но его здесь не видно большую часть большая часть находится за скалой и там часть старинного котора где очень-очень старые храмы готика там 11 век и 15 век то есть различных веков здания но в основном церкви сейчас мы взбираемся по горе на фортификационные сооружения на крепости которые начали строить еще древние римляне сами понимаете как давно это было в общем дорожка такая потаенная зигзагами постоянно идут стены стена над стеной стена над стеной и вот такое движение туда-сюда туда сюда с небольшими возвышениями мы пока забрались наверное на одну четвертую высоты и вот здесь прекрасном месте где вид на город я вам немножко теоретическое видео запишу последнее время стало модным рекламировать тренировки собственным весом ну как бы мне не совсем понятно почему они такую популярность набрали с одной стороны потому что все таки мы живем не во времена древнего рима хотя и тогда использовали разные тележки бревна и камни для того чтобы тренироваться гладиаторы но у нас почему-то сейчас становится модно вот собственным весом заниматься и все вот принцип такой там допустим ходит транспорт автомобильный в город а я хочу на велосипеде даже не то что на велосипеде а я принципиально хочу пешком ходить в город это на самом деле глупо я не говорю что обязательно идти в зал тренажерный платить за абонемент и пытаться там железом заниматься а собственным весом ни в коем случае нельзя конечно можно особенно в подростковом возрасте даже в детском возрасте начинать заниматься собственным весом это прекрасно отжимания различного рода подтягивания на перекладине отжимания на брусьях не только отжимания от пола различного рода там приседания выпады просто бег просто плавание в общем ну такая активная двигательная деятельность плюс какие-то упражнения собственным весом никто же не против но вы должны понимать что работа собственным весом в начале затрагивает работу силовых волокон которые способны прилично гипертрофироваться в отличие от медленно сокращающихся мышечных волокон которые не не имеют особи особенности гипертрофироваться они обеспечивают человека выносливостью так вот начале когда мы начинаем заниматься собственным весом для нас собственный вес довольно тяжел и происходит некоторое развитие рост мышц а потом все останавливается вы работаете чисто на выносливость поэтому нет смысла полностью ограничивать себя во всем я не говорю чисто тренажерах сейчас сейчас а различного рода отягощениях и принципиально топать ногой и говорить я готов заниматься только собственным весом повторюсь на начальном этапе ваших тренировок в детском возрасте начальном подростковом эт нормально но далее если вы хотите немного подкачаться стать покрепче приблизиться к своему максимуму в потенциале роста мышц вы обязаны использовать отягощение просто обязаны Но если принципиально не хотите, это тоже неплохо Заниматься собственным весом, не пытаться там как-то накачаться Не пытаться приблизиться к своему потенциалу роста мышц Но это как бы воля человека Не хочет и не надо, прекрасно, тоже можно всю жизнь отжиматься Но тогда не жалуйтесь, что вы не смогли более-менее прилично накачаться собственным весом Я вам сразу говорю, что это работа прежде всего на выносливость Но раз уж так пошло у вас в голове, мулька сработала Хочу заниматься только собственным весом То скажу вам следующее Вашему организму и конкретно каждой его мышечной группе Все равно собственным весом, не собственным весом Организм при попытке наращивать мышечную массу, гипертрофировать волокна Учитывает только силу нагрузки, которой подвергаются мышечные волокна То есть ему все равно, вы поднимаете штангу или это собственный вес Вся сложность работы с собственным весом заключается, что очень сложно наложить такую большую нагрузку С опытом тренировок год за годом, чтобы продолжать стимулировать мышечные волокна к гипертрофии Но есть, конечно, способы, как с собственным весом после определенного этапа роста Еще дальше стимулировать мышечный рост Не так, конечно, как с отягощениями Но в лучшей степени, чем если всю жизнь просто отжиматься собственным весом на двух руках Широким, узким хватом Лучше, чем всю жизнь просто подтягиваться на двух руках Лучше, чем всю жизнь просто приседать на двух ногах и так далее В определенный момент, допустим, касательно подтягивания Вы можете начинать подтягиваться на полторы руки, скажем так Одной рукой держитесь частично Другой рукой подтягиваетесь внутренним или внешним хватом Отжимания Отжимания на одной руке Так вы сможете накладывать на мышцы трицепсы и грудные большую нагрузку Чем если вы отжимаетесь собственным весом на двух руках Количество повторений уменьшится, но нагрузка на волокна увеличится И гипертрофия на определенном этапе тоже увеличится Вы еще подкачаетесь Приседания на одной ноге, понимаете? В общем, на одной руке подтягивания На одной руке отжимания, допустим, от скамьи Или на полторы руки, как я это называю Второй рукой немножко где-то как-то помогать И сегодня я вам вот прямо здесь на краю одной из стен древних Хочу показать упражнение, которое многие знают И хочу вас подвести к тому, что если вы занимаетесь собственным весом Вы обязаны с определенного момента его делать Это отжимания на одной руке Когда вы отжиматься будете на одной руке По сравнению с отжиманиями на двух руках Мышцы будут гораздо больше стимул получать к росту и гипертрофии Лучше отжиматься 5 повторений на одной руке со всей своей мощи Чем отжиматься там 70-90 повторений на двух руках Там доводя руки до полного пампа, до полного жжения Бомбить эти бесконечные повторы Вы будете работать чисто на выносливость Если вы будете заниматься с определенного момента собственным весом На одной руке отжиматься Тогда будет мышечный рост Я повторюсь, все равно не такой мышечный рост Как если вы будете использовать большие рабочие веса Штанга, камни и так далее Но лучше, чем на двух руках отжимания Как выполнять отжимания на одной руке? Элементарно Нога и рука практически на одной линии находятся А вторую ногу вы отводите в сторону для равновесия Руку либо отводите в сторону, либо закладываете за спину Если хотите отжиматься на грудь То лучше взять пальцы наружу, хват Если на трицепс, то пальцы вперед И вот так производим отжимания Без каких-либо колебаний телом Делать нужно медленно, обязательно Отжимаемся медленно, качественно Не пытаемся изгибаться телом нигде И сразу чувствуется приличная нагрузка на трицепс Я вам уже ранее говорил Что если отжиматься на двух руках с отягощением на спине То это упражнение эквивалентно жиму штанги Узким хватом или широким хватом А отжимания на одной руке Это все-таки не совсем отжимания на двух руках с отягощением Приличная часть нагрузки здесь смещается на мышцы кора Может это и не супер хорошо Но в целом трицепс все равно гораздо больше напрягается на силу Гораздо Чем если вы будете отжиматься на двух руках И вторая рука По пять раз я отжался для разминочки Итак, друзья Обязательно Когда вы Начинаете много отжиматься на повторы В разовом подходе Переходите на отжимания на одной руке Ну и тогда гипертрофия мышц продолжится А мы со Светланой продолжим Скарабкиваться на стену Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok